Всем привет, вы на канале Форд Мак, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим нарезочку от Купленова в исполнении от Пикник Геймс под названием Смешные моменты с Купленовым Тайни Байни. Да, всё-таки пришло время посмотреть нарезочки по зайчику, сколько же было по поводу этой игры шума, серьёзно, каждый в неё играл, ну кроме меня, потому что я не слишком большой фанат визуальных новелл, но давайте посмотрим, какие-то там смешных моментов накопилось именно с нашим прекрасным Купленовым, ну поехали. Как же, по-твоему, в данном словаре могут быть охарактеризрованы пельмени? Я же не только напишу, просто пельмень. Фарш, завёрнутый в тесто для последующей варки и, так сказать, поедания с майонезом. Пельмени. Маленькие пирожки из пресного теста с мясом, употребляемые в варёном виде. Являются разновидностью русского фастфуда. Фастфу? Ну я примерно то же самое и сказал. Чё? Пирожки? Это же божественная еда. Пельмени спустились к нам с небес. Кому-то яблоко, знаешь, на голову упало, кто-то открывает там закон всемирного тяготения или там, или чё-то. А кому-то пельмени на голову упали, и всё, стал просто святым. Святой пельмени. Святой пельменей такой же был. Купленов. Я понимаю, что это лишь моё воображение, мне ведь уже двенадцать. Ууу, какой взрослый человек. Ну может быть девушка, не знаю. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. А как мороз запахнет? Тревога, это когда чуть-чуть, но уже заметно, да? Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Хе-хе-хе-хе, готовится, наверное, да, в рекламщик подержу. Ам-ням-ням, самый стачий, потрясающий, самый лучший, самый сочный, самый сухой, самый буравил. И чайный юбилей, да? Ебать, это скример, да? Нет. Нет. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосет сам по себе. Ой, вот эти дети, они такие, вот эти дети глупые такие, они не понимают, что манная каша, вот с маслом, это же прям... Нет, я ненавижу манку, просто искренне ненавижу. Уж вот эти гречики нормальные. Или овсянки, но не манки. Манная каша, без комочков, с маслом, со сливочной растопил, так и... Давай откройте. Там в поле кто-то танцевал. Так, ну это, погоди, как я не... Лесной рейф. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова! А, я думал, сова, да, действительно. Вот не хватает бабули здесь. Опять ты со своей совой. Ну это... Это бабуля из мемчиков в детстве. Это бабуля, которая... А, я думал, сова! Камера? А, я думал, сова! Она к тебе присматривается, принюхивается. Жуткая бабка. Ой, это на бабку не похоже. Слишком молодой голос, а то бабке нет. Слишком молодой, не верю, не верю. Жуткая бабка. Лякая бабка. А, подожди, у тебя такие тетрадки, я понял, да, у меня в школе такое было. Вот так вот я делал, у меня такой... Вот так вот я делал, вот так вот... Отводишь по тобой глюки, отреки вот это... А, отводишь и глюки. Аптическая иллюзия? Да что ты пристала-то, мать? Ну, ты посмотри, лиса пришла ко мне пожрать кашу твою. Я ничего не вижу. Да, бля, всё печенье в своём весь взгляд себе замылило. Конечно, будешь одно печенье жрать, вообще видеть ничего, перестанешь. А, вот. Но всё равно не похоже. Ты хоть знаешь, как лиса-то выглядит, не похоже, чётко вылитая, прям, ну, волк. Мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно? Тебе не ясно? В просьбе не хлопай дверьми. За мной просто там погоня, блядь, звери и демоны, и я, как бы, сейчас чуть не обосрался, но это всё случайно. У отца сигареты пропали. А, иди ты нахуй, я не курил, это менты забрали, сто процентов, они заходили. Ты думаешь, они просто так здесь так долго стояли? Да-да-да-да-да, это кого-то ищет, вот это кого-то ищет, вот это кого-то ищет, вот это всё бы уже... Чёртовы, милиционеры. Они так странно слушают милицию, потому что привык к полиции. В сугробе не было у тебя сына, мать! Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Да, не табака надо искать, надо запах жжёного искать, сигареты... Как, знаешь, когда ты пропахиваешь сигаретами, а я надеюсь, ты им не пропахиваешь, потому что, что, пропахну, честно. Пахнет не табак, пахнет именно вот это жжёное дым, хуйня. Да. Гляди, вон же они, прямо у забора. Кто, сигареты, что ли? Бля, тупо собаки, ясно. Сквозь зимние узорности клеба лидера, развлечивая косматые силуэты, барахтавшиеся снегу, ёбаный собаки некрещённые пришли вкупаться. Собаки! Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугают. Странно-ка, это мамка. Ты не сходи, блядь, давай, я сейчас тебя отведу на худи, я был сходи. Давай, давай, сходи. Я бодранный всем упорать, отстрадок. Улыбка медленно исчезла с маминой в лице. Понятно, блядь? Что, если они нападут на Олю? А, вот, действительно. Час ты? А, ты себя перепугают, нормально. Господи, мам. По-моему, у этой мамаши чё-то... Что такое лицо было, когда милиционер про окно спросил? А, это значит лицо пиздобола, ясно. Запомним, это называется лицо пиздобола. Видишь, такое лицо, значит, чё-чё-то не говорят. Доша, пойдём уладина смотреть. Арабская дочь! На кухне я сделал бутер, с ром протолкнул его в желудок и запил холодным чаем. Как же я ненавижу жрать утром, я ещё со школы утром вообще не ем. Я жрать начинаю только в час с дня, вот в час. Я не могу раньше есть, но не лезет у меня, не лезет. Ну, шо поделать? Синтезатор речи включён, точка аппетит был, как у человека, идущего на гильотину. Чё за нахрен? Ну, нахрен. Это чё сейчас... Это чё сейчас было? Сова есть. Сова есть, конечно, есть, естественно. Вот честная, пречестная, есть она! Есть, да, их полно. По всему миру сов вообще много, это не выдумка. Они ещё голову упорочут на 360 градусов. Ну, на самом деле, не полностью. Так ничего и не понял. А что я, блядь, должен понять, стоит Бабёха, блядь, маски или сын, и ещё какую-то хуйню. Что мне о тебе подумать, скажи, пожалуйста. А ты чего обзываешься? Не хочешь отвечать, пожалуйста. Ну, какой же ты злой, что-то нахуярит ей. Ой, да не думайся. Ай, давай, ладно, посмотрим. Гляди-ка лучше. Да покажи, покажи, давай, покажи. Ты нравишься жульке? Чё? И не только ей. Как тебя зовут? Меня Антон. А тебя? А меня нет. Рычайник. Пока ты со своей семьёй будешь спать, подкрадёмся близко-близко и станцуем макарену. Эй, макарена! Я запрашиваю. Чё? Эй, макарена! У тебя прямо челезь, как кисло, астошек! И вала утролирует, нахуй! Да фак. А ты случайно не мясный дурачок, да? Я даже. О, какого хрена. Ну что ж, ребята, всё-таки стоит ознакомиться с оригиналом, потому что заинтриговало, на самом деле, заинтриговало. Это завязочка, опять же, с этими лисами, с солами, что там вообще происходит, действительно интересно. Но, блин, сколько же было смешных моментов с Купленовым, боже ж ты мой, реально. Его реакции на некоторые ситуации, это чистое золото. Знаете, как хорошее вино. Оно с годами становится только лучше. Но хотя для меня, таким настоящим шарданой от мира Купленова, это его реакции в Хэппи Виллс. До сих пор пересматриваю, угораю, просто усыпаюсь, так сказать. Но и этот выпуск действительно был хорош. Огромное спасибо, Пикник Геймс, за такую реально классную нарезочку. Респектос и Лисозайчий лайкос, типа того, не знаю. Но, в любом случае, есть вторая часть, ее тоже обязательно заценю. Но перед этим, наверное, все-таки ознакомлюсь с оригиналом. Ну, а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на Нейшн Алёрс и лайк в описании. Поддержи канал Монетка. И обязательно подпишись на канал. Нарез и стримов вкупленного. И на прекраснейший канал Пикник Геймс. Реально, подпишитесь на него обязательно. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok